Больше года идет борьба с COVID-19. Что об этом думает Вадим Говорун, один из самых известных специалистов в области лечения и профилактики коронавируса. Смотрите в сюжете. Есть очень много проблем, связанных еще с последствием этого заболевания. Поэтому хотелось бы, чтобы эта тема тоже так же была здесь обсуждена. Поэтому, пожалуйста, Вадим Аркевич, вам слово. В начале лекции директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России Вадим Говорун рассказал об отличиях COVID-19 от других коронавирусных инфекций, которых, по оценкам ученых, на сегодняшний день существует около семи. Затем он остановился на вопросах, связанных с лечением новой коронавирусной инфекции. Также Вадим Говорун сообщил, что с начала пандемии методы лечения COVID-19 сильно изменились. Первые 2000 летальных исходов от коронавирусной инфекции были детально описаны врачами. Это позволило выяснить, какие происходят изменения в микроскопическом строении тканей и органов и что является причиной болезней и смерти. Главным на то время являлся ОРД-синдром. То есть это острый респираторный дистрат-синдром, когда отказывает от существования дыхательной функции. Таргетированная иммуноподавляющая терапия, позволяющая воздействовать на молекулы, которые необходимы для появления и роста новообразований, помогла значительно уменьшить количество летальных исходов от респираторного дистрат-синдрома. В начале пандемии в 90% случаев причиной смерти являлся именно он. Также Вадим Говорун представил новое изобретение – анализатор из Аскрин-8, предназначенный для экспресс-диагностики COVID путем обнаружения генетической информации вируса. Точная диагностика и распознавание ковидной инфекции, возможно, вне, а он поменяет локализацию. То есть он, в основном, раздражался в респираторном тракте, будет обновляться где-то еще. Это, в общем, не бесспорная вещь. Это надо все видеть. И вот эта эволюция, и слежение за литературой, и какие-то шаги в каждой клинике дает, в конце концов, качество оказания помощи. Спикер отметил, что повторно болеет COVID-19 достаточно большое количество людей и призвал всех прививаться. По его словам, только активная вакцинация населения позволит резко снизить концентрацию вирусов популяции. В конце мероприятия Вадим Говорун ответил на вопросы участников «Круглого стола», связанные с лечением новой коронавирусной инфекции и ее последствиями.